Робо-звери И выпуск этих игрушек Давным-давно прекратился А возобновлять данную серию Компания пока не торопится Что делать? Конечно же идти в бункер В какой? В хобби бункер Никогда не устану это повторять Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного кота и я уже неоднократно Делал обзоры на продукцию хобби бункера На те фигурки Которые отливаются в этой литейной мастерской При сотрудничестве с Группой ВКонтакте Киберпланета И вот именно на этого товарища был крайний обзор На фигурки с подвижными руками От этого кооператива Автор данной фигурки Влад Хобейников Который, как я говорил Неоднократно предоставляет Свои творения для копирования То есть он регулярно пополняет ассортимент Фигурок хобби бункера И сегодня я хотел бы Поговорить об одной из самых Классных, на мой взгляд Позиций, которые можно приобрести У этих ребят В таком виде вы получите фигурки Этот набор, если вы его закажете Это картонная коробочка На которой есть наклейка Обозначающая, что это сделано вручную Handmade И наклейка, которая запечатывает коробочку На которой есть логотип И указан сайт хобби бункера А с другой стороны Логотип и ссылка на группу ВКонтакте Киберпланета На самом деле Эта наклейка легко Вот так отклеивается И мы можем открыть коробку Внутри которой покоится сразу Пять фигурок Набор динозавров В броне А вместе с ними Еще и визитная карточка Хобби бункера Где есть телефон Сайт И группа ВКонтакте Вот они Сразу пять фигурок Пять бойцов в одном наборе В одном отряде Пять разных образов Динозавров были использованы Для создания этого отряда И давайте же их рассмотрим Для начала скажу, что Как и в случае с королем ночи Данные ребята выполнены Из достаточно гибкого Так называемого Софт пластика Или мягкого пластика Поэтому поломки у них маловероятны Но все-таки возможны Потому что пластик Он все равно имеет Какой-то запас прочности На изгибах и так далее А вот руки у этих ребят На штырях Точно так же Как и у короля ночи Поэтому чисто теоретически Мы можем заменить руки Разным персонажем Если они, конечно же, подходят Чисто по внешнему виду Кстати, тираннозавр Вот с такими руками Был бы, наверное, более реалистичным Но нет Автор фигур Влад Хобейников Снабдил тираннозавра Наверное, самыми мощными руками Это, конечно же, без сомнения Тираннозавр Один из самых грозных Доисторических хищников Броня у него, можно сказать Минималистична То есть каких-то мелких деталей В большом количестве Мы не увидим На его руках есть Некие браслеты Шипастые Наплечники И нагрудник На котором имеется символ Возможно, это символ отряда Вот эта лапа динозавра на груди Ну а дальше все по классике Бронетруселя С отверстием Из которого выходит свободно хвост И достаточно опасные, я бы сказал, ботинки Потому что они заканчиваются Вот такими острыми когтями За счет этого фигурка тираннозавра Достаточно устойчива Несмотря на то, что у него Массивная голова На мой взгляд, голову, наверное, следовало Чуть поменьше сделать Но, в принципе, он и так выглядит хорошо Тем более, скульпт головы потрясающий Проработана кожа Зубы Мы видим даже язык Шикарная фигурка, на мой взгляд Точно так же проработана кожа везде На открытых участках Это хвост, ноги, кисти Массивные кулаки С пальцами, заканчивающимися когтями Вот такой вот он Один из хищников данного отряда Второй представитель данного отряда Это крылатый птерозавр Самый худенький Самый маленький Потому что ему нужно летать Кстати, спины у динозавров Наверное, проработаны гораздо лучше Чем передние части их доспехов В данном случае мы видим Что крылья не просто растут из этого существа А они являются скорее составной частью Какого-то летающего, так скажем, аранца То есть они расправляются благодаря Вот этим вот каким-то гидравлическим Возможно механизмом И опять-таки на спине мы видим Знак Трехпалая лапа Это однозначно получается Значок данного отряда Спереди доспех, защищающий корпус Больше всего напоминает броню Тони Старка Железного человека У которого точно так же выделяется Реактор на груди Ну а если посмотрим на морду этого персонажа То мы видим, что это достаточно серьезный Клювастый товарищ Готовый день и ночь вести разведку И следить за неприятелем Вот на нем мы еще раз можем увидеть Как, насколько гибок этот материал И опять-таки напоминаю, что Владельцы не увлекайтесь Вот такими сгибами Потому что пластик все равно Будет, так скажем, уставать В местах особо тонких И произойдет надрыв Ну а на кулаках у этого летающего ящера Мы видим набитые костяшки Видимо он не так-то прост Как кажется с первого взгляда Опять-таки пальцы оканчивающиеся когтями А вот ботинки Его массивные робо-боты Являются вот такими остроносами Что скорее всего помогает ему цепляться За выступы на скалах Когда он совершает незаметную посадку Третий уже более такой тяжеловесный динозавр Это анкилозавр Покрытый шипованной броней на спине И являющийся владельцем вот такого вот опасного хвоста Который заканчивается шипованной булавой Которая может доставить много хлопот противнику Защита корпуса можно сказать в стиле робо-зверей технолога На груди находятся какие-то непонятные элементы На броне-труселях мы видим Скорее всего ближе к поясу Значок данного клана Робо-динозавров Ну и руки у него защищены Наверное больше чем у всех остальных Потому что открытых участков очень мало И мы их видим только с внутренней стороны И уже более такие массивные приземленные ботинки Которые нужны для того, чтобы этот персонаж прочно стоял на ногах Обратите внимание на проработку деталей его спины Ну а также на морду Не знаю как у вас, а у меня в детстве Противниками тираннозавров Обязательно должны были быть трицератопсы И вот один из них в виде робо-зверя В виде дино-робота Опять-таки спина проработана куда круче Чем передняя часть Ну наверное это все потому Что спереди особо каких-то выступающих элементов Собственно и не должно быть Ведь это передняя часть Которая будет подвергаться атаке В случае чего А вот на спине наверняка Какие-то более чувствительные к повреждениям элементы Непонятного мне назначения Вот эти две штуки похожи на фильтры К противогазу И еще какой-то баллончик у основания хвоста Ну и конечно же на спине есть значок этого отряда Такие же браслеты как и у тираннозавров Куда более проще сделанные наплечники Ну а спереди он как уже и говорилось Имеет достаточно хорошую броню составную Чем-то напоминающую броню находящуюся на ботинках у тираннозавра Ну и мы видим что это серьезный товарищ Крупный который может дать отпор врагу А вот ноги у него по сравнению с корпусом вышли тонковаты И ботинки чем-то напоминающие стопу видеомана 5.1 от компании технолог Но скульпт его головы является бесподобным Это одни из самых крутейших работ данного автора Еще одной отличительной особенностью персонажа данной фигурки Является его усеченный хвост заканчивающийся вот такой металлической Заглушкой видимо когда-то этот товарищ потерял свой хвост в бою И последний пятый персонаж динозавр с не очень удобно произносимым названием Паразауролов Надеюсь я его правильно произнес Потому что это не всегда получается с первого раза У людей которые не так часто говорят это слово Лично я вижу этого персонажа кем-то вроде медика в данном отряде Он особо не отличается массивным телосложением Он не особо грозно выглядит Наверное это какой-то ученый Может быть как я уже сказал медик На одном наплечнике мы видим все тот же Значок команды Трехпалая лапа Опять таки защита с передней части не особо пестрит какими-то деталями Наплечники с проклепанными элементами А вот на спине снова какие-то сбросные клапаны сжатого воздуха Или еще что-то вроде того Может быть закрылки Может он летать умеет Что в принципе вряд ли Небольшой броней прикрыт выход хвоста У него уже с хвостом все нормально То есть он не усечен как у Трицератопса А ботинки выглядят несколько угловато Что в принципе сочетается с головой этого персонажа С его гребнем Но помимо эмблемы на правом плече У этого персонажа есть некая пасхалка Вот такая эмблема на левом плече И нет это не шипастый полумесяц Это знак хобби бункера У всех персонажей имеются отверстия под оружие То есть можно с ними использовать оружие Которое подойдет современным звероботам От компании технолог Для сравнения масштаба обратим внимание на короля ночи То есть фигурки приблизительно того же масштаба Естественно среди них самым крупным является Тиранозавр Ну и конечно же самые высокие особи Тиранозавр и Трицератопс Чуть выше чем современные робозвери от компании технолог А вот анкилозавр допустим примерно такого же масштаба Он даже чуть пониже чем король ночи Зато фигурки выигрывают по росту у персонажей Эда Исаева Но как обычно проигрывают им в массивности Гротескные массивные фигурки у Эда Переплевывают даже современных и старых Куда уж деваться от этого робозверей Чем в принципе от них и отличаются Вот такой замечательной пятеркой фигурок я пополнил свою коллекцию По традиции все ссылочки будут в описании Поэтому заинтересованные люди могут пройти по ним и ознакомиться Еще хотелось бы сказать, что мне нравится то, что делает хобби-бункер Они привносят нечто новое Благодаря их работе коллекционеры могут пополнить ряды своих фигурок новыми персонажами Да, пропорциями, масштабами и так далее Они отличаются от классических робозверей, к которым привыкли многие олдфаги Однако по своей концепции неподвижного тела и подвижными руками Они к ним очень близки Хобби-бункер вместе с киберпланетой могли бы сделать выпуск этих фигурок интереснее То есть не просто выпускать фигурки каких-то классных персонажей А еще и снабдить их легендой, историями Пусть небольшими, чтобы покупатели хотя бы понимали Кто это такие и какую роль эти персонажи могут играть Но это чисто на мой взгляд, потому что любая фигурка без истории становится менее интересной И это мы наглядно узнали на примере компании технолог Ну а на этом я закончу свое видео Ставьте лайк, если оно вам понравилось Вступайте в группу ВКонтакте Подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Комментируйте видео С вами был Важный Кот Пока Субтитры сделал DimaTorzok